Почему в метро так специфически пахнет? Есть запахи, которые стойко ассоциируются у нас с тем или иным явлением или местом. Одним из наиболее узнаваемых запахов можно считать тот, что витает на станциях метрополитена. Его ни с чем не спутаешь, и есть люди, которым он даже нравится. Так чем же пахнет на наших станциях метро? В современном мире существует несколько технологий укладки железнодорожных путей. Несмотря на множество инноваций, у нас в стране по-прежнему используются шпалы. Эти элементы путей могут быть бетонными и даже полимерными, но наиболее распространены шпалы из древесины. Известно, что у дерева два основных врага – влажность и биологические факторы, точнее грибки, бактерии и насекомые. В подземных тоннелях достаточно сыро, поэтому срок службы деревянных изделий невелик. Для защиты деревянных шпал от влаги, микроорганизмов и вредителей их пропитывают особым химическим составом – криозотом. Это бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость, горючая и токсичная. Криозот почти не растворяется в воде и обладает тем самым резким характерным запахом. Изготавливают его из каменно-угольного или древесного дегтя, используя процесс дистилляции. Впервые вещество получил в 1830 году немецкий химик и промышленник Карл фон Рейхенбах. Кстати, он же впервые получил и парафин, который сегодня используется в самых разных областях человеческой деятельности. Уже более 100 лет криозот используют для пропитки деревянных шпал. Обрабатывают детали этой жидкости на заводе в процессе изготовления. Вещество имеет свойство длительное время сохранять сильный запах, который ощущается за десятки метров от стальных магистралей, как подземных, так и обычных железнодорожных. Периодическая замена изношенных шпал на новые со свежей пропиткой делает запах криозота неистребимым. Для пассажиров и обслуживающего персонала метрополитена этот запах не представляет опасности. А вот работники шпалопропиточных цехов вынуждены использовать эффективные средства индивидуальной защиты. Попадание жидкого криозота, в состав которого входят токсичные фенолы на кожу и особенно на слизистые оболочки, чреваты сильными ожогами и даже появлением онкологических заболеваний. Опасное испарение криозота в замкнутом пространстве. Из-за этого пропитанные шпалы категорически запрещено использовать в качестве строительного материала, хотя этим моментом часто пренебрегают. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин